Здравствуйте, мои дорогие! Сижу я в машине, вот у меня два номера, 3-30-4-48, ожидаю я дочку и внучку. И у меня очень интересные мысли посетили мою светлейшую голову. Во-первых, поздравьте меня и моих детей официально. В воскресенье вот они провели, пастор провел церемонию, и они сегодня позвонили из офиса и сказали, что официально уже подготовлена бумага у их marriage certificate, то есть сертификат у их бракосочетания. Они уже официально перед всеми законами, они муж и жена, я имею в виду перед государством тоже. А если полтора года назад у них было венчание в Одессе, то есть перед Господом они стали мужем и женой, и к чему я веду, если бы что-то вот случилось перед Господом, они бы предстали чистыми, я имею в виду непрелюбодеями. Ну, а если бы, допустим, если бы что-то с ними случилось, ну, допустим, что может нас избавить от наших обещаний тут? Ну, смерть в теле. Вот я именно к этому, и сегодняшние все мои утренние вот посты были именно к тому. И вот я уже неоднократно ставила видео, что вот со Стивом мы, когда обручились, и мы стали готовить документы по визе невесты, визе фиансе. И это был кратчайший путь легализации, вот, приехать сюда для нас. То есть мы могли, если бы мы расписались в Одессе, это бы растянулось на пять лет. Ну, я никуда, в принципе, не спешила. Спешил Стив, я себе прекрасно жила, нормально, и я никуда не сбегала, вот, в замужество. С моим мужем я никуда не сбегала. У меня были полностью выплачены все долги, я имею в виду, перед людьми, перед, вот, все, 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 я все выполнила. Я развязала все нити, которые, вот, мне какие-то обязательства связывали с другими людьми. Вот, не доделась тогда, я не успела лишить Мажугу прав. Причем они делала не только я, а вместе с прокуратурой и с Организацией по делам несовершеннолетних. Это длился целый год, и Мажугу такой хитроумный мужик, который умудрился растянуть это дело так надолго. И вот, благодаря Христову, моему бывшему, этому вот, дружбану, именно бывшему. В общем, когда я ему сбросила вот совсем недавно документы, говорю... Он говорит, в смысле? Я говорю, ты зачем пошел, вот, с Мажугу? А я типа не пошел. Я говорю, какая мне разница, пошел, не пошел, твое, твое имя, Мажугов писал в документы как свидетеля. Он прикинулся этим вот дурачком, я говорю, а, значит, как постель дели, так это мы не дурачки. А как вот пойти разобраться с мужиком, какого это он вписал тебя, вот, порочит твое имя, а это, значит, моя хата с краю. И что он сделал? Он меня отрубил, он меня заблокировал. Ну, и флаг в руки большой такой, какой хотите, большой или маленький, вот. Так я говорю, что тогда, в принципе, мы перед Господом за Стивом рисковали потерять благодать. Я имею в виду спасение, спасение от души, потому что, ну, перед Господом мы были как бы, не как бы, а мы были при Любодеи. Мы-то обручились, и вот я тогда вот молилась, Господи, не дай нам сгинуть на полном серьезе. Я его очень люблю, и мы хотим детей, и мы хотим, чтобы все серьезно было. Это только вот из-за этих документов. А с Артуром и Валюшей было вот совсем по-другому. Они были обручены. У них было полностью вот венчание, все в церкви. И я прилетела специально, чтобы быть как поручителем тоже. И мы выступили именно как поручители документы. Он, у него все, что он сингл. Все были эти вот, и с апостилями, и так далее. И вот сейчас она уже официально его жена. И я очень рада. Вот я сегодня даже танец такой вот сделала. И танцевала я тоже из себя, вот праздновала свое третье рождение. В таком плане, что вот когда я родилась, маме я легко досталась и отцу. Они не оценили. Они вот, знаете, то, что легко достается, оно и не ценится. Теперь, когда я Артура рожала, а мама вот на море пляжилась, смотрите. А ведь я не просто рожала, я умирала. Артур родился, он не дышал. Он родился повешенным два раза этим вот пуповиной вокруг шеи. Он был весь синий, он не дышал. Его откачивали. Пока его откачали, и моя душа улетела в трубу. И пока меня откачивали, вот откачали там уже врач и кушерка. Они не знали, кого вот первого откачивать. Он опять начал умирать. Это я заметила, орала. Так вот, я дополню мамины слова, что... Нет, не когда я рожала Артура в шестом роддоме, А когда Бог меня и Артура спас по два раза. Раз вот, когда моя душа улетела в трубу. Второй раз, когда мне чуть не влили другую кровь, вообще другого резуса. И вот чудо, что я глянула, что там была вообще другая кровь. Артура откачали два раза. И потом еще вот, когда у него гной из пупа пошел, Когда ему было где-то две недели, пятнадцать дней, вот так вот. И когда врачи сказали, что вообще-то такие дети не ходить, не говорить, ничего не будут. Поэтому, когда мне Артур говорит, Мама, если вот я не стал олимпийским чемпионом, Потому что ты меня не теми хлопьями кормила, не тем завтраком. Мне очень это смешно, потому что мне бы очень хотелось показать ему те документы, Которые доктора выписали, вот, что он не ходить, не говорить не будет. Вот, и вообще такими специальными детьми в обычных ни клиниках, ни госпиталях не лежат. Нужны специальные заведения. И я им не поверила. Вот я не поверила. Смотрите, теперь в ноябре случилось, что, ну вот если с Артуром, да, вот я умирала, И я тогда просто не сопротивлялась. И у меня не было сил сопротивляться, мне уже было безразличнее. Когда моя душа полетела в трубу, у меня не было сил. Вообще мне стало безразлично, что дальше будет со мной. И вот в ноябре прошлого года, знаете, наступил момент. Во-первых, у меня была тоже температура, большая температура. И вот 10 дней отвращения к еде. Отвращение! И я очень верила, очень верила, что если мои дети Артур и Валюша пойдут и поставят мне свечку в церкви, то вот всё станет на место. Они не услышали. Я умоляла и одного, и второго. Я не знаю сколько, пять, шесть раз каждого. Они мне ответили, что они это не будут делать, потому что я нарушаю вторую заповедь. Вот, и вы знаете, у меня в них, ну, я их не осудила в том плане, я поняла, что я один на один. Один на один, и вот я таяла, я таяла температура. И вот те 10 дней пять человек были со мной. Я не знаю, это было чудо, это просто было чудо. Это был мой муж, это была Дженнифер, это был Даниил, это была Евдокия, это была Алина. Алина и Евдокия мне писали и звонили, вот, каждый день по несколько раз в день. Как мой кислород, как моя температура. И я, у меня вообще не было аппетита. Не то, что аппетит, у меня было отвращение к еде, отвращение. Так вот, на день благодарения, когда мой муж вот сидел и с детьми, он приготовил утку. Кстати, это первый раз в 14-м, что он приготовил вот именно утку. Я любила в Одессе готовить утку. Мы с Артуром, папой, готовили утку с яблоками, я очень любила её. И я лежала, и вот я, знаете, вот точно такое же было, как я, вот всё, вот мне, вот я чувствовала, что моя душа вот больше не сопротивляется, растворяется. И, вы знаете, получился какой-то вот переломный момент именно после Дня Благодарения, вот, когда мне Дженнифер принесла стихи, как она меня любит. И когда вот муж приходил с улыбкой, и когда Даниил приходил с улыбкой, и когда Алина мне говорила, всё будет хорошо, всё будет хорошо по несколько раз в день. И Евдокия мне постоянно это говорила. И вот я задумалась, а что я реально хочу, может, я хочу что-то покушать, и я захотела суп. И я попросила мужа, он мне пошёл из того кодис-кафе, вот мы сегодня ходили обедать туда. Это какое-то вот такое вот, ну, такое простенькое заведение, и я захотела супа. Вот какого-нибудь, вот он мне принёс супа, я бы, знаете, я вообще тётка привередлива, но я тот суп съела, и я почувствовала прилив сил. Вот это было ещё раз моё рождение, когда я стала слушать, а что я хочу. Поэтому все кто, я себя после этого, так сказать, сняла все обязательства, что я там обещала, не обещала. Так вот, я никому ничего не должна, потому что тогда я пережила ещё одно рождение. И теперь я просто тупо счастлива, счастлива. И сегодня у меня праздник, что дети стали официально, вот получили свидетельство, у них уже готово, что они мистер и миссис Мартель. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо.